Здравствуйте, дорогие ребята! Сегодня мы продолжаем цикл наших виртуальных путешествий по разрушенному садьбам Тамбовской области, по забытым и ныне восстанавливаемым храмам, которые связаны с историей и культурой нашей родной земли. И сегодня я предлагаю вам необычное путешествие, а путешествие по литературному маршруту по следам пушкинских героев. Я сейчас напомню вам самое начало одной из повестей Белкина, которые вы наверняка помните по школьной программе. А вы попытайтесь, пожалуйста, догадаться, что это за произведение. В одной из отдаленных наших губерний находилось имение Ивана Петровича Берестова. В молодости своей служил он в гвардии, вышел в отставку в начале 1797 года. Уехал в свою деревню, и с тех пор он оттуда не выезжал. Он был женат на бедной дворянке, которая умерла в родах, в то время как он находился в отъезжем поле. Хозяйственные упражнения скоро его утешили. Он выстроил дом по собственному плану, завел у себя суконную фабрику, утроил доходы и стал почитать себя умнейшим человеком во всем околотке, в чем и не прикословили ему соседи, приезжавшие к нему гонскеть с своими семействами и собаками. В будни ходил он в плисовой куртке, по праздникам надевал сиртук из сукна домашней работы, сам записывал расход и ничего не читал, кроме сенатских ведомостей. Вообще его любили, хотя и почитали гордым. Не ладил с ним один Григорий Иванович Мурумский, ближайший его сосед. Этот был настоящий русский барин. Промотав в Москве большую часть имения своего и на ту пору обдовев, уехал он в последнюю свою деревню, где продолжал проказничать, но уже в новом роде. Развел он английский сад, на который тратил почти все остальные доходы. Конюхи его были одеты английскими жокеями, у дочери его была мадам-англичанка. Итак, вы, наверное, догадались, что это повесть Пушкина «Барышня-крестьянка». И мы с вами сейчас отправляемся на историческую родину барышни-крестьянки в село Большое Гагарина Печаевского района Тамбовской области. Внимание на экран. Итак, по следам пушкинских героев храм Воскресения Христова в селе Гагарина Печаевского района. Давайте с вами чуть подробнее познакомимся с его историей. В начале девятнадцатого века рядом с Пашковыми соседствовала и дворянская семья Полтавцевых. Одно из их семейных преданий рассказывало о том, что между дворянами возникла ссора из-за собак, которых Полтавцев отказался продать Пашкову. Враждующие отношения между отцами двух семейств не остановили влюбленных детей Дарью Пашкову и Николая Полтавцева. Девушка, переодевшись крестьянкой, познакомилась со своим возлюбленным и некоторое время не признавалась в том, что она дочь хозяина имения. Однажды на охоте жених Даши Николай практически спас жизнь ее отцу Алексею. Вот так и сладилось дело об этой свадьбе. Отец Дарьи Пашковой, Алексей Александрович Пашков, окончил службу учения бригадира. Он участвовал в войне 1812 года, был предводителем народного ополчения и, завершив свою военную карьеру, вернулся в Тамбовское имение в село Большое Гагарина, ныне Печаевского, а тогда Маршанского уезда. Его сосед Николай Полтавцев имел имение рядом, и их дети действительно были связаны узами брака. Пушкин доподлинно знал эту историю во всех подробностях. Ему сообщали эти новости его тамбовские корреспонденты. Кроме того, в литературе ведения существует гипотеза и о том, что Пашков и его сосед стали прообразами еще одного пушкинского произведения романа Дубровский. Вспомним героев Дубровского и Троекурова, двух помещиков, между которыми существовала фамильная вражда. И ссора между ними тоже возникла на псовой охоте, как у Пушкина. А на самом деле поводом стало ничтожное недоразумение из-за того, что прототипы поссорились, не поделив гончих собак. Якобы Пашков хотел купить у своего соседа несколько гончих, но тот отказал ему в этой просьбе. Вот такая ничтожная причина положила начало череде их разногласий. Принято считать, что эта история больше связана с рассказом Павла Воиновича Нащекина о мелкопоместном белорусском дворянине Островском, но тем не менее некоторые отдельные черты облика, характера тамбовских помещиков пригодились Пушкину как материал для его романа «Дубровский». Что касается реальной жизни, то у Дарьи и Николая Полтавцевых было несколько дочерей, которые получили прекрасное образование в Смольном институте, составили себе партии среди высшей знати России, например, графиня Екатерина Николаевна Адлерберг, стацдама и кавалерственная дама Ордена Святой Екатерины I степени, ее муж, генерал-министр императорского двора, друг детства Александра II, графиня Елизавета Николаевна Баранова, супруга графа Николая Трофимовича Баранова, генерала-иджутанта, генерала от инфантерии. В 1855 году он купил соседнее село Малое Гагарина, перестроил церковь с престолом воины Святой Праведной Елизаветы по имени жены. Сегодня в Малом Гагарине можно увидеть руины этого храма. Ольга Николаевна Скобелева была замужем за генерал-лейтенантом Дмитрием Ивановичем Скобелевым. Их сын, знаменитый белый генерал Михаил Дмитриевич Скобелев, был женат на княжне Гагариной, но недолго. Дочери Ольги Николаевны были замужем за князем Белосельским-Белозерским, графом Шереметьевым, герцогом Лихтенбергским, который находился в родстве с Романовыми и Багарне, пасынком Наполеона. Анна Николаевна Жеребцова имела имение в семи верстах от Большого Гагарина. Вот таким образом эта семья была связана с самыми родовитыми российскими фамилиями. А правнуком нашего главного героя Александра Алексеевича Пашкова стал знаменитый генерал Скобелев. Итак, перенесемся к тому, что можно увидеть сегодня. В бывшем имении Пашковых. Это, конечно, храм Воскресения Христова в селе Гагарина, выдающийся по своим размерам, архитектуре и истории памятник прошлого, который переживает сегодня не лучшие времена. Если говорить об архитектуре храма, то в нем сочетаются черты классицизма и европейской готики. В частности, две колокольни, построенные в готическом стиле, делают этот храм по-своему необычным. Вот как описывает его в своей книге Валентина Кученкова. Объемный куб, завершенный массивным пятиглавием с центральным крупным куполом. Притвор ее являлся основой для двух симметрично расположенных четырехгранных колоколен, наверху которых были высокие шпили с крестами. Форма арочных проемов в колокольнях повторялась в формах окон малых барабанов. Кроме того, церковь перемечательна богатством и красотой внутреннего убранства, высоко художественными росписями и изящными иконостасами. Если обратиться к истории освоения этих земель, можно узнать следующее. В начале XVIII века имение принадлежало сибирскому губернатору князю Матвею Гагарину. За повинности и злоупотребление он был казнен Петром I, и к смерти этой был причастен некто Егор Пашков. Вот именно по имени первого владельца это место и было названо Большим Гагарином. Егор Пашков и получил часть конфискованных у Гагарина владений, которые впоследствии перешли его сыну Петру Егоровичу Пашкову, известному в качестве строителя дома Пашкова в Москве. Детей у Петра Пашкова не было, а потому после смерти имение досталось родственнику Александру Пашкову и позже от него перешло младшему сыну Алексею. Память народная сохранила о нем много неприятных фактов. И, к сожалению, все они свидетельствуют о жестокости Алексея Александровича. В частности, говорили, что барин имел обычай сечь на трубку или на две трубки. То есть тех, кого наказывали, секли за то время, пока барин выкуривал одну трубку, а иногда и две. За самые малые провинности. Скорее всего, именно такое обращение с крестьянами и стало причиной пожара, который случился в усадьбе 25 января 1815 года. Видимо, дом подожгли сами крестьяне, хотя есть и другие версии, например, о разбойничьем нападении. В огне погибла младшая дочь Пашкова, 12-летняя Варвара, и дворовая девушка. По некоторым версиям погибли целых две дочери Пашкова. На месте бывшей усадьбы был заложен храм, который был окончательно завершен в 1833 году, уже после смерти заказчика, который скончался в декабре 1831 года. И этот храм был воздвигнут, как свидетельствует плита, находящаяся рядом в честь победы над французами в 1812 году. А семейной личной причиной его закладки стала трагедия, развернувшаяся в усадебном доме. Именно на месте бывшего усадебного дома и был поставлен этот храм. Под алтарем находится плита, вмурованная в пол, в которой значатся имена всех погибших в том пожаре. Вот так выглядит церковь изнутри сейчас. Но мы с вами можем представить, какое великолепие здесь было в момент, когда храм привечал и был приютом для многих жителей окрестных деревень. Церковь была построена на месте гибели дочери Пашкова, заживо сожженной местными крестьянами. Отличалась она величиной, монументальностью, роскошью интерьеров. Но, тем не менее, никакая пышность, никакая роскошь не могла искупить силы отцовского горя. Кроме Варвары у него остался сын Федор, дочь Елизавета и дочь Дарья, о которой мы только что говорили. Дочь Дарья, которая продолжила род Пашковых и которая стала бабушкой будущего генерала Скобелева. Вот так выглядит алтарная часть храма. Церковь разделена стенами на три части. Средние престолы, главные – в честь воскресения Христова и два предела – во имя Казанской иконы Божьей Матери и святителя Митрофана. В правой части – в честь святителя Николая Чудотворца. В левой – в честь иконы Божьей Матери всех скорбящих радостей. Вы видите, что элементы декора сочетают в себе не только церковную атрибутику, но и элементы классицизма. Вот такая светская поэтика. Здесь и изразцы, и фрагменты росписи, и барельефы. Но, как вы видите, на фотографии фрагменты штукатурки обвалились. Во многих местах все подернуто плесенью. И, конечно, храм нуждается в серьезных восстановительных работах. Замечательными, по воспоминаниям местных жителей, были также колокола Гагаринской церкви, которые отличались особой мелодичностью. Их отливали здесь же, недалеко от церкви, добавляя в литье некоторое количество серебра. Около храма располагается барский сад. Когда-то специально для него из разных стран привозились саженцы. И вот пушкинское упоминание об английском саде как раз совпадает с описанием того, что действительно находилось на территории усадьбы. Местные жители вспоминают, что до революции в саду находились статуи греческих и римских богов. В парке есть барский пруд. Правда, как вы видите на этой фотографии, он почти высох и полностью зарос. Что осталось от усадебного парка? Несколько прекрасных липовых аллей, кустарники, это барбарис, виноград и вот такие плакучие раскидистые ивы. До сих пор гулять по парку удивительно интересно. В советские годы церковь использовалась как склад, колокола и остальную утварь вывезли. Многое разобрали на хозяйственные нужды, но от окончательного разрушения храм был спасен, наверное, благодаря тому, что выполнял вот эту функцию склада. В 90-е годы воскресенский храм был возвращен верующим. Выбитые стекла, обшарпанные стены, полуразвалившиеся ступеньки, ветхие колокольни, а внутри все подернуто пылью, паутиной, плесенью. Так выглядела тогда святыня. Вместные жители взялись за работу. Храм был очищен, приведен в порядок, но требовался капитальный ремонт. За счет пожертвований прихожан, помощи различных организаций, была частично отремонтирована южная часть храма с предельным престолом всех святых, где и сейчас проходят богослужения. Восстановление храма продолжается, но при ходу не по силам полностью отремонтировать семиглавый пятипрестольный храм. Настоятель Иерей Геннадий Великанов обращается ко всем, кому небезразлична судьба подобных храмов. С благодарностью будет принята любая помощь, не только финансовая, но и утварью, облачением, подсвечниками, книгами. Вот так выглядит храм сегодня. Вы видите, что центральная часть, уже началось восстановление крыши, центральная часть от части реставрируется. На этой страничке я предлагаю вам реквизиты, которые помогут перечислить средства в центр сельской церкви. Восстановлением церкви также занимается активная жительница Москвы, которая часто приезжает в Большую Гагарину и переживает за судьбу храмов. Вы можете позвонить ей по телефону, который размещен здесь, внизу. Галина Михайловна. В селе Гагарина Печаевского района Тамбовской области погибает уникальный семеглавый храм, памятник архитектуры и культуры. Храм Воскресения Христова, построенный предводителем народного ополчения Алексеем Александровичем Пашковым во знаменовании победы в войне 1812 года. Алексей Александрович Пашков является отцом прототипа пушкинской барышней крестьянки и прадедом легендарного генерала Скобина. На этом все, дорогие друзья. Мне хотелось бы вам сказать, что увидеть этот храм вы можете и сегодня. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, обращайтесь к нам. Всего доброго и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok